Мы говорили очень много о Вавилоне, теперь мы переходим к Моавитяна. Что нужно понять о Моавитянах? Пусть поживут у тебя мои изгнанные. О каких изгнанных Бог говорит? Он называет те, которые находятся за пределами Его Завета. Некоторые люди в Божьем Завете, а некоторые люди за пределами Божьего Завета. Хорошо сказать, мы принимаем Мессию, и поэтому мы часть Божьего Завета. Другая вещь, ходить в пастушане, жить в пастушане, тогда на самом деле мы принадлежим этому Завету. Есть подделки еще. Есть некоторые, которые говорят, что они есть, они такие есть, но на самом деле в сердце такими не являются. И поэтому во многом это олицетворяет Моав. И духовный Моав — это подделка. Почему важно знать это нам? Потому что нас могут обдурить даже поддельные верующие. Как говорится, Сатана даже в виде ангелов приходит. И люди кажутся верующими, но на самом деле нет. И он говорит, утрудиться престол милостью. И его сядет на нем в истине, в шатре Давидовом. Что такое шатер Давида? Давид был мужем по сердцу Бога. Поэтому шатер Давида — это те, которые поклоняются сердцем Давида. Именно там установлен Божий трон. Божий трон установлен в тех, которые поклоняются сердцем Давида. Также установлен в тех, у которых милостивое сердце. Если мы любим милость, тогда у нас будет власть. Здесь говорится в двенадцатом стихе. Хотя явится Моав и будет до утомления подвязаться на высотах и перейдет к святилищу своему помолиться, оно ничто не поможет. Что же это означает? Те, которые поклоняются ложно, они будут осуждены. И, возможно, их поклонение снаружи выглядит хорошо, но их сердце находится в неправильном положении. Потому что Бог не смотрит на внешнее, Он смотрит на сердце. Глава семнадцатая. Глава семнадцатая. Где суд над Сирией происходит. И больше, чем просто Сирия. Мы видим тот союз, который вступил в Израиль с Сирией. В четвертом стихе, что сказано. И будет тот день уболиться слава Якова, и точно тело его сделается тощим. То же будет, что по собрании хлеба жнецом, когда рука его пожнет колоссия, и когда соберут колоссия в долине Арифаимской. То есть придет время, когда жатва будет очень плохая, из-за того, что не будет благословения Бога. По одной причине. Из-за того, что Израиль вступил в запрещенный союз. Бог может сказать, можно вступить в союз с некоторыми группами людей. Но также есть люди, с которыми мы не можем вступать в союз. Потому что для Бога это запрещенный союз. Почему так? Потому что они приведут нас к ложному поклонению. И они поведут нас против истины Бога. Или же они нас уверят в том, что что-то хорошо, а на самом деле это не так. Это очень важно в отношениях с Богом. Так как всегда мы встречаем людей. И они могут притвориться, что они за нас, когда на самом деле они против нас. Помните, когда гаванитя не пришли к Иисусу Навину? Они пришли и притворялись. И на самом деле они не были теми, за кого себя выдавали. Что произошло? Иисус Навин заключил с ними завет. И Бог был милостив к ним. И дал им победу. Но все это из-за того, что Бог дал обетование Израилю. И нам следует быть мудрыми, как змеи, и простыми, как голуби. Бог хочет, чтобы у нас была мудрость и развлечение. И Бог хочет, чтобы мы смогли различить, кто за нас и кто против нас. И также различать тех, которые имеют только вид поклонника. А на самом деле это не так. И что произойдет, когда мы вступаем в небожий союз? Мы себя заключаем с теми, которые могут нас свергнуть. Так же, как и здесь Бог говорит, что Он не благословит их жатвы. Из-за того, что они вступили в плохой союз. И также мы можем это применить во многом. Не только с точки зрения религии, но и бизнеса. Вступим в бизнес с плохими людьми, то приведет это к плохим результатам. И нужно быть внимательным, с кем мы общаемся. И с кем мы вступаем в бизнес. Одно дело, мирное существование с врагом. Пусть живут себе. Пусть сами себе живут. Пусть они в наш дом не идут. И мы можем находиться на расстоянии от них. И также не входить в завет с ними. И поэтому Бог говорит в седьмом стихе. В тот день обратит человек взор свой к Творцу своему, и глаза его будут устремлены к святому Израилеву. И не взглянет на жертвенники, на дело рук своих, и не посмотрит на то, что сделали персты его, на кумиры Астарта и Ваала. Бог хочет, чтобы мы смотрели на Него, а не на свою плоть. И смотреть на Него, нашего Творца, Создателя. Потому что Он дает нам силы создавать и приобретать богатство. И также, если смотрим мы на дело рук своих, то, с одной стороны, мы себе поклоняемся. И мы создаем ложное чувство безопасности. Потому что Бог хочет, чтобы мы смотрели на Него, Создателя всего, а не на свои руки. И в этих лже-союзах мы смотрим на силу этого союза, а не на силу Бога. Иногда люди думают, нужно собраться с этими людьми, потому что будет сила в этом количестве. Но Бог хочет, чтобы мы смотрели на нашего Творца, а не на других людей. И поэтому в 10-м стихе говорится, «Ибо ты забыл Бога спасения твоего, и не воспоминал о скале прибежища твоего». То, что сделал Израиль в этом случае, то, что они надеялись на Сирию. И они вошли в союз с Сирией, надеясь, что она защитит их. И поэтому всю свою надежду они полагали на что-то ложное. Так же самое и мы вступаем в какие-то лже-союзы. Мы надеемся на союзникам, думаем, что они нам какие-то преимущества дадут и защитят нас. То есть мы надеемся на человека, а не на Бога. И Бог хочет, чтобы мы противостояли этому искушению и надеялись на Него. Давайте перейдем дальше к суду над Эфиопией и Египтом. Почему Бог совершал эти суды над Эфиопией и Египтом? И вот это глава 18 по 20. Горе земли, осеняющей крыльями по ту сторону рек Эфиопских. Почему Богу небезразлична Эфиопия? Потому что Эфиопия входит на мировую сцену в 1715 году до нашей эры, когда они завоевали Египет. как есть духовная сила духовного Египта. Есть и те, которые думают, что они даже больше, чем Египет. Здесь говорится в третьем стихе. Все вы, населяющие вселенную и живущие на земле, смотрите, когда знамя поднимется на горах, и когда загребит труба. Слушайте. И как вы знаете, они отсылают свои корабли, и на кораблях висят их флаги. То есть по флагу можно определить, кому принадлежит корабль. То есть они отсылают свои корабли, распространяют свое влияние. Что важно, это влияние, дух влияния. И есть люди, которые пытаются оказывать влияние на других. И это, что Египет пытался делать, это влиять на другие народы. И Бог судит тех, которые пытаются взять влияние над другими. И Бог говорит, что Он суверенен над теми, которые хотят влиять. И в седьмом стихе говорится, В то время будет принесен дар Господу Саваофу от народа крепкого и бодрого, от народа страшного от начала и до ныне, от народа рослого и все попирающего, от которого землю разрезывают реки к месту имени Господа Саваофа на гору Сион. То есть Бог подготовит себе поклонников. И Бог говорит, что в любой сфере, независимо какая-то сфера, Бог найдет в ней поклонников. Затем, глава 19, 3. И Дух Египта изнеможет в нем, и разрушит совет его, и прибегнут они к идолам и к чародеям, к вызывающим мертвых и к гадателям. И Бог судит из-за их поклонения лже-богам, из-за их идолопоклонства. И это даже больше, чем просто идолопоклонство. Бог судит чародеев, вызывающих мертвых и гадателей. Потому что они пытались влиять на людей благодаря своим волшебствам, колдовству. Также в наше время есть люди, которые пытаются влиять на других, используя колдовство. У меня есть небольшая история, которую я могу рассказать вам. Очень давно я работала в Нью-Йорке. И у меня были клиенты из Далласа, в Техаса. И один из этих клиентов привозит меня к себе в Даллас и нанимает меня. Приезжаю в его офис и смотрю, на его компьютере лежит, стоит маленькая кукла. И у него было имя для этой куклы. Кукла называется та, которая связывает заклинание, проклятие, связывающее проклятие. Я спросила его однажды, что он думает по поводу бизнеса. И затем вопросы по поводу его семьи. Он говорит, ну мне все равно, моя семья. Я не забочусь об этом сильно. Я хочу просто влиять на других людей в бизнесе. Но какое влияние он хотел иметь? Он хотел проклинать их, заклятие на них наводить. и он верил, что он заклятие налагает даже на своих клиентов, из некоторых клиентов. И я видел, как он манипулировал ими. И именно вот эти манипуляции его держали бизнес. Не знаете ли, почему он хотел манипулировать людьми? Он злился на них, потому что все они были христианами. и он верил, он был выходцем из баптистской церкви, и он думал, что у людей все получается, потому что они как друг с другом связаны. Поэтому снаружи у него было множество клиентов, благодаря которым бизнес его шел. И он очень много делал трюков, обманывал их. Например, у него была такая крутая машина, и он развозил их в своей машине. Но машина ему не принадлежала. Он ее в аренду брал. И затем он говорил, что живет он в крутом доме в крутом районе. Но правда была, что его родина из семьи, которая была денег, и она принадлежала. истина была в том, что его жена была родом из семьи денежной. И ей принадлежал этот дом. Что происходит потом? Его жена приходит к познанию истины, и она с ним разводится. работа. Но все же у него клиенты остались, и бизнес его шел. и у него постоянно были опоздания в той работе, которую он должен был делать для них. И он опаздывался, да, у них проблемы возникают по этому поводу. с одной стороны, они подбрасывают ему работу, а с другой стороны, он им проблемы создает. Они продолжают к нему снова возвращаться, поскольку он продолжал манипулировать ими и обманывать их. Поэтому интересно, как много людей становятся успешными, даже если они манипулируют и обманывают. Это говорю по одной причине, что снаружи люди выглядят хорошо, но внутри у них скрытые мотивы. поэтому снаружи он делал все правильно. Но совсем того они не подозревали, что он заклятиями пользовался в их отношении. И проблемы еще добавлял. Давайте пройдем дальше. Девятнадцатый стих. В тот день жертвенник Господу будет посреди земли египетской и памятник Господу у пределов ее. И будет он знамением и свидетельством о Господе Саваофе в земле египетской. И пошлет им Спасителя и Заступника и избавит их. И Господь явит Себя в Египте и египтяне в тот день познают Господа и принесут жертвы и дары и дадут обеты к Господу исполнят. И паразит Господь Египет паразит и исцелит. Они обратятся к Господу и он услышит их и исцелит их. И даже в случае с Египтом которые в колдовстве погружены в колдовство и Бог все равно хочет их привести к себе. И конечная цель Бога привести всех к спасению. И поэтому в 23 стихе В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога и будет приходить Ассур в Египет и египтяне в Ассирию. Египтяне вместе с Ассирианами будут служить Господу. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирией. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирией. Благословение будет посреди земли которых благословит Господь Саваов говоря благослови народ мой египтяне дело рук моих Ассириане и наследие мое Израиль. Поэтому это очень интересно. С одной стороны Египет Ассирия это враги Бога и он их судит. Но конечная цель Бога привести их к спасению. И так же как будет дорога которая будет соединять всех их Бога будет дорога которая соединяет всех в Мессии. это настоящее соединение. В Мессии наша связь. И вот что такое виноградник. вся лоза которая переплетена между собой соединена. И Бог хочет, люди из каждой группы каждого народа пришли к спасению. и это цель в его царстве. Поэтому во-первых он судит их за их идолопоклонство и колдовство. Все это для того чтобы привести их к покаянию и к познанию Мессии. И затем 21 глава где мы видим больше о Вавилоне. Что мы здесь видим Бог подкручивает им гайки. Больше и больше суда он совершает над ними. Как буря на юге носятся идет он от пустыни из земли страшной. Грозное видение показано мне. Грабитель грабить, опустошитель опустошает «Восходи Иолам осаждай Мид». То есть что Бог говорит «Перси поразят Вавилон». Это мы видим когда Кир завоевал Вавилон. еще что-то интересное. Независимо от того насколько вы считаете себя сильными Бог всегда придет еще более сильнейшего чтобы поразить вас. Нет ни одного кто непобедим. Многие люди хвастаются и очень горды. Но есть всегда кто-то кто сильнее для того чтобы поразить гордых. Судить. придет время когда каждый встретится со своим самым большим врагом. и затем 22 глава. И теперь мы видим насколько усиливается суд Бога над Иерусалимом. все эти главы как мы видели Бог разбирается с вражескими народами к Израилю. Также Бог не хочет чтобы его народ забыл что и против них у него есть что сказать. поэтому когда Бог судит наших врагов иногда он останавливается и говорит нам послушай меня у меня против тебя есть тоже парочка вещичек. Пророчество о долине видения. Почему Бог говорит об этой земле как о долине видения? каково отличие от долины и от горы? На горе виден горизонт далеко и долгосрочное видение в долине не слишком далеко вы увидите. Это стало проблемой Израиля. Они утеряли свое видение. и не утеряли из видения своего Бога. Поэтому Бог называет это долиной видения. А вместо того, чтобы жить на горе видения, иногда мы живем в долине, иногда на горе. «Что с тобой, что ты весь взошел на кровли? Город шумный, волнующийся, город ликующий». Пораженные твои не мечом убитые и не в битве умерли. Все вожди твои бежали вместе, но были связаны стрелками. Все найденные у тебя связаны вместе, как недалеко бежали. Бог опять драматизирует. Он говорит, что город ликующий, шумный, что там была проблема одна. Как часто мы идем в центр города люди ликующие, хорошо проводят время. И что иногда происходит, когда мы такие шумные, веселящиеся, вечеринки одни устраиваем? Ген? То есть в это время, в этот период мы теряем бдительность, мы не видим, что приближается какая-то опасность. И это же происходило. Лидеры потеряли бдительность. Вождитовы и бежали, и были связаны стрелками. т.е. лидеры не увидели приближающегося суда, и они убежали. Лидеры покинули народ. народ. И видим, что Бог судит народ. Лидеры должны были вести, но они веселились. И из-за этого веселья им приходится оставлять народ. «Потому говорю вам, оставьте меня, я буду плакать горько, не усиливайтесь утешать меня в разорении дочери народа моего, ибо день смятения и попрания и замешательства в долине видения Господа Бога Саваофа». То есть Бог говорит, люди в смятении, так как те лидеры, которые раньше защищали их, они ушли. поэтому они перепуганы, они обеспокоены. И дальше они ломают стену. Восьмой стих снимает покров с Иудеи. Он говорит, «Вы посмотрели в день на армор от города Давидова, и вы также видели демок к городу Давидова, и это было великое. Что означает, что вы взяли и взяли оружие в доме кедрова? в лук в тот день обращаешь взор на запас оружия в доме кедрова? Что значит убран покров и нет оружия в доме кедрова? 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 Продолжение следует...